Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля и сегодня я замочу семена арбузов, то есть я начала выращивать рассаду арбузов для теплицы. Уточню, что средина апреля, этот срок подходит только тем, у кого есть теплица и кто готов выращивать в течение месяца арбузную рассаду. То есть она уже будет взросленькая, это, конечно, приближает получение урожая и этим методом почти всегда пользуются огородники в холодных регионах, у кого короткое лето, у кого поздно наступает потепление и рано приходит, наоборот, осенью заморозок. Мы делаем это для того, чтобы получить спелые арбузы. Сразу напомню, что, конечно, для этого нужно еще выбрать сорт хороший, ну, не хороший, а подходящий. И вот именно о выборе сортов я сейчас хочу поговорить отдельно. Я сейчас расскажу, какие сорта я в этом году для себя выбрала и почему. Как обычно, у меня все происходит по старой схеме. Половина сортов выбираю проверенных, то есть огонек, сахарный малыш, а половину я взяла нынче, те, которые мне посоветовали. Сразу вот тем, кто ни разу, возможно, не выращивал, могу сказать, что один и тот же сорт может быть у вас в разных пачках под разными наименованиями. Вот смотрите, арбуз Шуга Бэби раннеспелый, арбуз Сахарный Малыш ультраранний и арбуз Шуга Бэби Сахарный Малыш в одном... Короче, это одно и то же. Один производитель указывает Шуга Бэби, другой Сахарный Малыш, третий указывает и то, и другое. Ну, вот так получается почему-то. Смотрите, даже один и тот производитель, в одном месте он ее... Золотая Сутка Алтая, в одном месте указал Шуга Бэби, в другом месте Сахарный Малыш, хотя это, по идее, это один и тот же сорт. Чтобы не запутаться вам, чтобы не взять один сорт в разных наименованиях, вот Шуга Бэби это вот так может быть. Также огонек, вот огонек я могу вам показать, есть. И вот такая пачка, золотая Сутка Алтая, и вот такой, кто он тут, семена Алтая, и вот такой. И сразу скажу, что в этом году меня очень разочаровали сейчас семена, начала открывать пачки, я была просто в шоке. В прошлом году сделала такую оплошность, не оставила огонек свои семена, обычно я свои оставляю, и все они как... Но я стараюсь, я поэтому рано и выращиваю, мне нужно, чтобы еще семена у меня созрели, все. И огонек всегда отличался семенами. Все были вот такие вот, вот, ну как обычные. А у огонька маленькие-маленькие, ярко-ярко черные семечки. Но купив нынче в магазине огонек, я увидела, что в пачке лежат обычные семена, тем более они еще разномастные. И вот этот вот явно не вызревшее семя, они должны быть все черные, они вот такие, ну, не знаю, огонек, это уже, вот это уже точно не традиционный огонек. В другой пачке ультраранье, посмотрите вообще, какие семена дали. Вот эти маленькие белые, это явно не кондиция, это бракованные семена, которые продаются в упаковках вместе с хорошими. Я в предыдущем ролике сказала, что я буду класть по два семечка проращивать, ну, посмотрев, вот качество семян какое, я высыпала всю пачку, потому что я сомневаюсь, что здесь хотя бы два прорастет, но потом покажу вам. Короче, это одно, семена ужасные. Ладно, будем выращивать из того, что есть. Я, конечно, и свои семена еще посею. Для начинающих хочу, знаете, еще совет дать. Если вы ни разу не выращивали арбузы, если вы не знаете, что с ними делать, вы при покупке постарайтесь взять сорт, на котором более подробная инструкция по выращиванию. Вот, например, вот этот скорик, тут написано, так, вот тут все, семена сеют в грунт в конце мая, либо на рассаду во второй половине апреля. Это вот именно сейчас. Оптимальная температура для прорастания указана. Написано именно, как выращивать, что рассаду не прищипывают, высаживают в грунт по схеме, указана схема, по мере роста формируют в один стебель, даже указано, как его можно формировать, и все. Взяв, купив вот такую пачку с подробной, ну, это редко кто так подробно расписывает, взяв такую пачку с подробной, подробной инструкцией, вы уже будете знать, когда его нужно сеять, при какой температуре, по какой схеме высаживать, как формировать, потому что у многих сейчас, как только вырастет рассада, вы высадите, сразу возникнет проблема, а как же его формировать? В один стебель? Или делать прищипку? Удалять ли пасынки? И вот я советую тем, кто ни разу не выращивал, выберите с подробной инструкцией пачку, и вы потренируетесь, тогда на следующий год вы уже будете знать. В этом году я замочила сейчас, буду выращивать, как всегда, огонек. Почему ясно? Это холодостойкий, это наш сибирский сорт, это вот именно те арбузы, которые у нас вызревают без труда, могут вызреть даже в открытом грунте, если вы посеете, например, в конце апреля или в начале мая рассаду, а в начале июня высадите в грунт, огонек у вас поспеет, даже просто на голой земле, без прикрытия, без теплицы. В этом году я посеяла, где он шуга-бэби-то? Подождите, а, вот я вам показывала, вот этот шуга-бэби, но у меня он не шуга-бэби, у меня он под именем сахарный малыш всегда идет. Это то же самое, что огонек почти такой же, он небольшого размера, вот видите, написано, ультра ранний, спелые покушаете, которые не доспели, можно посолить. Посолить можно не только в бочках, но и кусочками. Очень вкусные арбузы соленые. Это тоже ранний, 75 дней. Вы поняли, что раз я живу в сибирском регионе, раз у меня холодное короткое лето, не всегда жара, я выбираю скороспелые сорта. Потом, какие у меня будут в этом году новинки? Я всегда говорила, что выбираю небольшие плоды, 2-3 килограмма, но по многочисленным, вот таким вот положительным комментариям, отзывам, нынче я решилась все-таки, замочу сейчас Кримсон Свит, хотя я всегда местные, районированные выращивала. И этот будет отличаться тем, что у него масса плода 9-13 килограмм. Это огромный арбуз. Я не знаю, вызреет он или нет, я сразу говорю, что это у меня эксперимент, таких огромных арбузов я никогда не выращивала, но люди пишут, что он все-таки вызревает. Если вырастить рассаду, и в теплице, например, я думаю, что он вызреет. Потом, никогда в жизни не выращивала гибриды. Но в этом году мне прислали семена вот с желтого, с желтой мякотью арбуза. Не в этом году, в прошлом году. Я соблазнилась и буду в этом году вот эту вот соту меда нынче выращивать. Это гибрид, амурский проект с Дальнего Востока. Тоже эксперимент, и тоже я не уверена, что у меня все это получится прекрасно, что он вырастет. Ни разу я его не выращивала. Ну и два сорта решила расширить свой ассортимент скороспеликов. Еще будет у меня скорик, и еще будет ультраранний. Естественно, вот на эти сорта, на огонек, на шугабэби, на ультраранний, на скорик, у меня вся надежда, потому что большой кримсон свит, то ли он вызреет, то ли не вызреет, а вот эти скороспелочки, они у нас безотказные. Они хотя бы, пусть даже не весь урожай, но первые плоды, вот первые один, два, мы всегда снимаем спелыми, они сладкие, они ароматные. Пусть они небольшие, два, три, два, два с половиной килограмма, но они такие же вкусные. Еще хочу сказать, вот специально выложила холодок, например, холодок. Написано, средне-поздний сорт для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте, но в южных регионах. Если вы купите вот такой, например, томат холодок, то сразу будьте готовы, что он у вас может не вызреть в открытом грунте, потому что в инструкции написано, что он, во-первых, средне-поздний, он не скороспелый и не ранний, и для выращивания именно в южных регионах в открытом грунте, но это зависит от лета и от погоды. Иногда бывает, вызревает и холодок, я знаю, у нас есть в пригороде фермерское хозяйство, которое выращивает холодок, но они всегда ждут самого-самого последнего вот такого срока, что он созревает самым последним. И иногда получается такой год, что морозы уже ударили, а холодок еще не вызрел, ему не хватило времени. Так что со средне-поздними сортами я бы не советовала вам начинать, вот кто первый раз высевает, лучше начните со скороспелых и с ранних. Все, я рассказала, какие я буду нынче выращивать. Огонек, сахарный малыш, гибрид сота меда, кремсон свит, ультраранний и скорик. Но еще, если бы было место, я бы добавила сюда и вот сахарный карапуз, вот такие типа, вот есть скороспелый сахарный, сахарный шар, вот все эти небольшие, сладкие, вот сибирские огни, тоже, тоже до 5 килограммов, он тоже у нас вызревает. Вот смотрите, какая красота, медовый гигант. Но для того, чтобы выращивать много арбузов, нужно большой участок. У нас на 6-7 сотках сильно не разгонишься, еще нужно выращивать дыни. Про дыни расскажу отдельно. До свидания. Все, с сегодняшнего дня, с 17 апреля, у меня начинается выращивание рассады арбузов. Если кому интересно, по лунному календарю самые благоприятные дни в апреле, 16-17 и 29-30. В эти дни могут замачивать, начинать выращивать арбузы те люди, которые строго соблюдают лунный календарь.